Всем привет! С вами Юлия Ульянова. Сегодня я собрала пакетик пустых баночек. Я собираю далеко не все пустые банки, очень много чего я выбрасываю. И здесь только то, что мне действительно понравилось, то, что на стороне добра, что я могла бы рекомендовать и о чем хотелось бы еще раз рассказать или, может быть, рассказать впервые. Когда просмотрела эти банки перед видео, обратила внимание, что большинство здесь зеленых, по крайней мере, довольно-таки много. И вот первая упаковочка геля для душа от Веледа. Это березовая серия, моя, наверное, единственная любимая серия Веледа. Мне нравится березовое масло для тела и добавка в пищу эликсир из березы. И здесь гель для душа. И он заявлен как средство с антицеллюлитным эффектом. И здесь есть еще внутри частички, поэтому это гель для душа пилинг. На самом деле, по сути, это легкий такой немножко пенящийся крем с частичками воска. То есть внутри здесь действительно стоящие частички воска. Они очень мягкие и нежные, тем не менее, они дают скорее возможность сделать легкий массаж, нежели удалить какие-то мертвевшие клетки. То есть это средство больше для массажа. Я обожаю его за аромат. Купила себе еще одну упаковку. В общем, с удовольствием продолжаю пользоваться. И мне кажется, что со временем он такой какой-то эффект подтяжки для кожи дает. Очень приятная штучка. Пойдем дальше. Это, наконец-то, закончившийся у меня шампунь от Кристоф Робин. Довольно большой пробничек. Здесь 75 мл. Пришел мне в одной из коробочек. И это просто очищающий шампунь. Мне кажется, что у Кристофа Робина он один. Именно вот этот ежедневный шампунь. Daily Rebalancing and Soothing Care. Чтобы точно ничего не перепутать, я оставлю вам ссылку, чтобы вы точно знали, какой именно этот шампунь. И он очень крутой. Я его использовала летом. Он у меня был как шампунь для поездок. И потом я оказалась в ситуации между шампунем и вернулась к нему. Он мне очень понравился. Он невероятно хорошо промывает волосы. При этом он их не высушивает. И это ощущение, что волосы пачкаются быстрее. Поэтому шампунь мне очень понравился. Он, естественно, не какой-то супер-мега-уникальный, но один из очень крутых. И больше, конечно, подходит для теплого времени года. Идем дальше. Вот это просто потрясающая вещь. Это был тоже большой пробничек. Он, как видите, разрезом полностью использован. Здесь было, мне кажется, 30 мл. Это дневной крем. Некоторые кремы действительно в упаковке по 30 мл. Но в большой упаковке вот это, по-моему, 75 мл. Это бренд называется Human Plus Kind. Это ирландский бренд. И они позиционируют себя как супер-мега-натуральные, супер-мега-добрые к природе кожи человека-товарищи. Крем два в одном и дневной, и ночной. Поэтому, мне кажется, это какой-то идеальный мужской крем. В общем, у меня так и получилось, потому что у него своеобразный очень запах. Мне вот сложно было этот такой странный травяной запах переносить. И я его дала мужу, и вот это реально просто супер-мега-классный крем. Даже для тех, кто постоянно не пользуется уходом. То есть, кто-то может утром, например, пользоваться, а вечером пропускать. И вообще быть равнодушным к уходу за кожей. И вот для таких людей вот это супер-находка, потому что у этого крема есть накопительный эффект. И даже если вот пропускать какие-то применения этого крема, все равно кожа выглядит очень здорово. Она напитанная, подходит даже для жирной кожи, для комбинированной кожи. Реально очень крутая вещь. Правильно, с этим кремом только одна, что его нужно где-то дополнительно заказывать. Я покупала в наборчике в Сефаре в Париже. В связи с тем, что Ильдебуте полностью уже выкуплена, возможно, вот Химоненкайн где-то будет в России тоже появляться через эту сеть. Ну, вот супер вещь, присмотритесь обязательно. Еще одна пустая банка. Кто уже не может больше слушать про косметику из Праги, но на самом деле я купила ее очень много, очень этим довольна. И постепенно она, естественно, заканчивается, и появляются разные любимчики. Это маска для лица из пивной серии. Явно эта масочка уже в каких-то видео велькала. Она очень крутая. Хочется сказать о ней еще раз. Она на все случаи жизни. Если кожа какая-то очень жирная, склонная к воспалению, если половина лица высохла, половина лица наоборот супер жирная для смешанной кожи. Это маска ощущение, что делает все. Вот в пивной серии это одна маска для лица, поэтому вы ее ни с чем не перепутаете. Она просто так и называется face pack с пивными дрожжами и с маслом ши. Потрясающая штука. Я уже попросила, если у меня подруги будут заказывать себе где-то это в России. А в России очень много где-то можно купить, чтобы мне обязательно заказали. Вот это вот и еще ночной лексир. Но ночной лексир мне еще не кончится, поэтому в пустых банках его нет. Еще одна штука тоже закончилась достаточно давно уже. Я просто долго их собираю, потому что хочу показать вам только самые клевые и классные продукты. Сыворотка с гиалуроновой кислотой от доктора Сиба. Это одно из дорогих средств. В принципе, я не вижу смысла каждый раз на постоянную сною покупать себе сыворотку за 12 тысяч рублей. Это пришло мне в адвенте. Соответственно, мне это отдельно ничего не стоило. И даже если поделить всю сумму тех продуктов, которые там были, это вышло мне существенно дешевле. И, естественно, это очень хорошее качество. Это невероятно крутой эффект. Это супер-мега-впитывание. Это возможность наносить сверху еще какие-то масла или другие сыворотки. Для зимнего времени это здорово. И вот в зимнее время я сейчас после этой сыворотки, она как-то вовремя мне пришла, я сейчас пользуюсь постоянно сыворотками с гиалуроновой кислотой. Естественно, я вам показывала и в Инстаграм, и во влоге недельки рассказывала, на что эту сыворотку заменила. И как вообще мне дело обстоит с уходом. Но это очень крутая вещь, естественно. И, наверное, я тут хочу выделить не то, чтобы вот этот бренд Доктор Сиба, а именно гиалуроновая сыворотка с пипеточкой, то есть в жидком виде. В такой гелеобразной форме. Если есть возможность, обязательно такие штуки покупайте. Они есть в очень разных ценовых диапазонах. И уже следующая упаковочка, также разрезанная. И, опять же, мануфактура. Чешская косметика. Я очень хотела вам это показать, потому что ни разу не встречала крем для ног с ароматом мохито. Вообще, это крем для ног и для рук, но он у меня ушел полностью как крем для ног. Офигенно, просто офигенно. Других слов, наверное, я здесь не буду употреблять. Здорово, классно, великолепно. Самый главный здесь аромат. Это уход и легкость. Крем для ног, который я использую с утра, обязательно должен быть легким. Он должен легко впитываться, и чтобы целый день у меня не было никаких с этим проблем. Крем из серии мохито. Это было великолепно. Мне было очень же с тобой прощаться. Следующая зеленая баночка. Это пустая упаковка от Гейда для душа от Коррес. Опять же, полюбила их с подачи коробочек. Плюс рекомендации кое-кого из вас. Это базилик лимон. Один из любимых ароматов. Он именно легкий, пробуждающий. Для меня, скорее, утренний. Офигенный просто аромат. Хорошо, что они идут сразу в упаковке по две штучки. Поэтому у меня сейчас еще один. Обязательно смотрите на скидки распродажи вот эти два геля для душа. То есть это будет 500 мл. Можно покупать. Иногда даже дешевле, чем гели для душа и Фраше. И причем с учетом доставки. На Лук Фантастике вообще доставка бесплатная. Дальше. Еще одна любовная любовь. Это пустой пробничек. Крема от Kiehl's. Крем для тела. Их классический. Ну, его можно ненавидеть за этот мерзкий пробник. Вообще ужасный. И, может быть, вы видите, что тут вот часть крема даже осталась. Мне кажется, уже невозможно ее будет отсюда вынуть. Потому что у него очень интересная консистенция. Он по консистенции достаточно жирный. Еще попробую достать это пальчиком. Такой вот какой-то жирный, не текучий. Но при этом, как только он попадает на кожу, он сразу же тает и мгновенно практически впитывается. Поэтому здесь есть уход такого какого-то жирного питательного крема, при этом сочетающийся с увлажнением и с возможностью очень быстро после него одеться. Еще у него такой приятный оттенок. Какой-то кремовый, настоящий кремово-сливочный с желтоватым оттенком. Очень здорово. И я вам показывала и в Телеграм, и в Инстаграм, и, естественно, во влоге недельки номер 64, что я купила большую упаковку. Это, наверное, для меня первый случай, когда я действительно считаю, что этот крем стоит своих денег. Кремы для тела редко могут чем-то поразить. Здесь просто выбирается нужная текстура под время года и приятный аромат. Но вот это было настолько все вместе сразу, точное впадание в мои нужды, что я поняла, что эта штука мне обязательно нужна. Я не знаю, как это будет летом, но на зимнее время и на время уже от начинающейся весны это просто великолепно. Еще одна потрясающая штучка. Здесь было 10 мл всего крема для ног. Это крем для ног с 15% маслом ши. Просто Dry Skin Food Cream. Крем для ног, как вы догадались, это Локситана. И я, честно говоря, долго думала, что, может, мне нужна полная версия. Но, опять же, вот Локситан где-то отдельно достаточно сложно заказать ради одной баночки. Сами все понимаете. Но здесь меня покорил аромат. Он какой-то абсолютно правильный аромат крема для ног. Он и освежающий, он немножко горьковатый, при этом он приятный. Пахнет какой-то травой, но точно сказать какой не могу. Он вот остается в моем сердце. Если где-то он мне попадется и мне будет действительно удобно купить, я обязательно его куплю. Потому что мне очень понравился. Тоже именно крем, который можно использовать с утра. Достаточно хорошо впитывается. Еще одна зеленая упаковка. Это Кадали гликолевый пилинг. На время зимы я вот чаще всего использую как раз такие пилинги вместо масок с глиной, которые я люблю летом. Я в видео о зимнем уходе об этом подробнее говорила. И вот одна из тоже таких любимых именно легких масок. Если кожа очень сохнет, а каким-то кислотами и отшелушиванием все-таки нужно пользоваться, вот этот гликолевый пилинг очень легкий. Он реально вот один из самых легких, которые только есть, при этом он эффективный. Здесь просто нужно время варьировать. Если у вас кожа суперчувствительная, то действительно не больше 10 минут, может быть даже и меньше. Я иногда жду дольше и уже чувствую, когда у меня пощипывает и покалывает, вот тогда я начинаю снимать эту маску. Она на коже не засыхает вот такой какой-то пленкой или маской, которая потом может начать трескаться. Поэтому достаточно комфортная вещь. Мне очень нравится и периодически, но вместе с другим каким-то маском я это использую. Следующая штука тоже любимец, маленький пробничек. Не помню, сколько здесь было. 5 мл масла для лица от Emma Hardy. И вот с этого масла началась моя такая эпопея использования масла днём, причём в достаточно больших количествах, вот после гиалуроновой сыворотки. Вот такое вот масло на всю лицо практически. Особо жирные участки там совсем чуть-чуть. И вот сверху это всё запирается кремом. У меня как раз это масло из набора с кремом Emma Hardy. И они вместе отлично сочетались. И потом я выяснила, что и с другими маслами типа Nux тоже всё отлично сочетается. Но это масло было первым. И в будущем я, скорее всего, ещё раз себе куплю его, потому что у него офигенный аромат. Аромат всей вот этой вот серии, по крайней мере, мне пришёлся по душе. И отлично это масло работает без перегруза кожи. Но, тем не менее, дополнительный уход и защита. Буду ждать каких-нибудь скидочек, предложений, распродаж и смотреть на это масло. Ещё одна штука. Также у меня попадало в разные видео. Точно это было в открытии 2016 года. Потому что со мной 2017-й. Это средство от Clorans. Так, средство, как бы его назвать. Вообще, это масло для губ. Это такой бальзамчик для губ, который натуральный, с маслами. Но на самом деле я использую его для кутикулы. Ни разу ничего лучше для кутикулы. Я не видела, не слышала, не пробовала. И это самое такое мега-сос средство. Вот если у вас супер сохнет кутикула, когда бывают моменты, когда нужно очень быстро собраться, вы вдруг замечаете, что у вас что-то высохло здесь совершенно. Ситуации бывают разные. Не знаю, у меня очень хорошо эта штука шла летом. Потому что летом как-то особенно сохла кутикула. И эта штучка лежала у меня постоянно в сумке. Сейчас я купила себе ещё одну упаковку целую. Тоже такую миниатюру в наборчике. Хватает достаточно надолго и лежит в сумке. Делает всё, что нужно. Потрясающая вещь. Говорят, что её можно также для волос использовать. Но в этом я уже сомневаюсь. И дальше на всё у меня это не уходит. Ещё одна вещь для волос. Маска Брио Гео. Don't despair repair. Не отчаивайся, почини свои волосики. Очень крутая вещь. Пришла мне в какой-то коробке. И вот от этого бренда мне что-то ещё приходило. Я была не впечатлена. И это первое. То, что очень сильно впечатлило. Это очень круто работает. Глубоко кондиционирующая маска. Она очень быстро и очень качественно восстанавливает волосы. Одна из немногих клёвых масок для волос, которая отличилась. Ещё одна штука, которая у меня заканчивалась, наверное, целый год. Потому что это у меня такой супер зимний биби-крем. Именно нужного оттенка мне Claire для зимнего времени года. Если вы со мной какое-то время знакомы, то много раз уже тоже его видели. И тоже это не первая упаковка. Это, наверное, первая такая большая упаковка. Я до этого покупала маленький и думала, а нужно ли мне действительно вот такую большую упаковку. Потому что её очень надолго хватает. И какой смысл покупать сразу 45 мл, если можно, допустим, пару-тройку раз купить по 15. И это будет на достаточно больших таких временных промежутках. Там была какая-то акция. Я купила большой крем. И, честно говоря, я даже не знаю, что ещё о нём сказать. Он идеальный, самый лучший. Подошёл мне отлично. И сейчас у меня новая упаковка. И я с удовольствием пользуюсь. Именно для повседневного использования. Для видео я использую какие-то более плотные, действительно тональные средства. Вот осталось всего несколько средств. И, кстати, я могу выглядеть бледнее, чем обычно. Потому что я всё-таки купила маску для волос от Кристоф Робин. Маска с оттенком. Поэтому если вы вдруг видите какой-то другой оттенок моих волос, это действительно так. Я взяла себе холодный оттенок, хотя пробник у меня был тёплый. Мне реально очень нравится уход. Маска потрясающе ухаживает. Обязательно ссылку вам оставлю, потому что уже я в Телеграмму об этом рассказывала. Присмотритесь. Миниатюрка от Деклеор масла Нероли. Вот из всех масел Нероли, наверное, самое любимое, самое вкусное для меня и приятное. Поэтому для меня оно как-то больше всего со мной работает. В зимнее время я заметила, что как-то меньше мне нравится такими маслами пользоваться. Хочется чего-то менее тянучего и более жидкого, как, например, масло от Эмо Харди. Тем не менее, у меня постоянно вот эти маленькие штучки где-то попадаются в адвентиках или в коробочках. И я замечаю, что постоянно их использую. Они мне очень нравятся. Следующая вещь абсолютно потрясающая. Это уже неожиданность. Это было в адвент-календаре Маркс и Спенсер. Формула Абсолют Ультимат Слип Крим. Ночная маска. И эта маска делала мне всё. Она служила мне верой и правдой довольно-таки долго, несмотря на то, что здесь всего 15 мл. На упаковке написано M&S Beauty. Так что я предполагаю, что это вот марка, которая внутри Маркс и Спенсер. Либо пробник сделан специально для них. Сделан в Великобритании. И это, наверное, если не лучшее, то одна из лучших ночных масок. Которые вообще у меня были. Это маска в виде крема. Она носится очень легко. Расход у неё довольно маленький. И на утро мягкости, увлажнений и вообще всё. В общем, весь мой ночной уход, который у меня был, можно было запереть сверху вот этой маской. Даже в самые страшные моменты отопления зимой не было желания нанести сверху что-нибудь ещё. Что до этой маски очень часто у меня было. Жаль, что она закончилась. Может быть, где-то мне ещё попадётся. У нас остаётся совсем буквально ничего. Два средства от Clorans. Здесь был тоник с ромашкой. Жёлтенький такой. Успокаивающий тоник. Очень мне тоже нравится. Я люблю его вместе с маслами от Clorans. Если масло добавить сначала в тоник. Вот, например, в этот. Мне кажется, что он универсальный и подойдёт любому типу коже. Поэтому именно с маслом могу, наверное, его именно рекомендовать. Ну и так, конечно, вместе с молочком для снятия макияжа. Тоже отлично после него пройтись этим тоником. В целом, вот именно очень такое хорошее, надёжное, проверенное временем средство. Как и вот этот крем. Обожаю его аромат. Это крем Hydroquench из ещё не перезапущенной серии. И он тоже вот один из тех кремов, на которые можно положиться. Точно так же я его наносила после Рибермика, который с ретинолом, ночное средство, после кислот. Если я чувствовала, что у меня всё-таки где-то есть стянутость, то сверху просто наносила ночью вот этот вот крем. Он у меня почему-то вот в этот раз ушёл именно как ночной крем. Это версия для нормальной сухой кожи. Для моей комбинированной он был просто прекрасен, великолепен. Они сейчас перезапустили эту серию. Я пока ничего не знаю, но вот то, что было старое, действительно проверенное. Классная рабочая лошадка. Ну и пакетик совершенно пуст. Это были все мои любимые пустые баночки. То, что очень понравилось. Если у вас остались какие-то вопросы по этим средствам, то обязательно мне их задавайте. Мы с вами в комментариях это обсудим. И я благодарю вас за то, что были со мной. Оставайтесь на здоровой, красивой, позитивной волне. И мы с вами обязательно увидимся. Всем пока! И когда я говорила об этой маске, покажу её вот это Кристоф Робин. Эш Браун, то есть такой пепельно-коричневый, холодный именно коричневый. У них есть ещё коричневый каштан. Вот он даёт именно тёплый такой эффект. Это более холодненький. В принципе, интересно и с оттенком поиграть. Но мне, конечно, уход больше понравился в этой маске. Это за последнее время, наверное, такое одно из любимых лучших приобретений.